15 июня 2011 года при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, правительства Москвы, Общественного совета при Министерстве обороны, в Культурном центре Вооруженных сил Российской Федерации прошло первое заседание Международного консультативного совета Организации офицеров запаса, в который вошли 18 организаций из 16 стран. Международного консультативного совета Прибывшие в Москву члены делегаций ознакомились с экспозицией Центрального музея вооруженных сил, а также посетили Центральный академический театр Российской армии. На заседании Международного консультативного совета Организации офицеров запаса присутствовали видные военачальники, представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Совета безопасности, Счетной палаты, Государственной думы и Совета Федерации Российской Федерации, правительств Москвы и Санкт-Петербурга. Были представлены ЮНЕСКО, ветеранские, молодежные, благотворительные и иные общественные организации, дипломатический корпус стран Организаций офицеров запаса, которые вошли в Международный консультативный совет, а также ряда других стран, в том числе Федеративной Республики Бразилии, Венгерской Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Греческой Республики, Королевство Дания, Арабской Республики Египет, Республики Индия, Китайской Народной Республики, Республики Корея, Ливанской Республики, Монголии, Республики Польша, Соединенных Штатов Америки, а также Финляндской, Французской, Чешской Республик и Королевство Швеции. Задолго до этого знаменательного события, созданию механизма международного сотрудничества офицеров запаса разных стран, предшествовала большая работа, которая активно велась Национальной Ассоциацией Объединений Офицеров Запаса Вооруженных Сил «Мегапир». 4 декабря 2008 года в городе Александрия делегация Национальной Ассоциации Объединений Офицеров Запаса Вооруженных Сил «Мегапир» при поддержке посольства Арабской Республики Египет в России и руководства Александрийской библиотеки в Египте провела международную научно-практическую конференцию, посвященную изучению уроков и выводов из истории битвы при Эль-Аламейне в ходе Второй мировой войны. 7 октября 2009 года Ассоциацию «Мегапир» посетили представители Департамента политического планирования Министерства иностранных дел Великобритании и Министерства обороны этой страны. В апреле 2010 года в рамках юбилейных мероприятий по празднованию 65-летия победы над фашизмом состоялся деловой визит делегации Национальной Ассоциации Объединений Офицеров Запаса Вооруженных Сил «Мегапир» в Австрию, Венгрию и Словакию. Главным событием стало проведение 14 апреля в Братиславе научно-практической конференции «Вторая мировая война. 65 лет победы над фашизмом». 1 июня 2010 года чрезвычайный и полномочный посол Словакии в России Йозеф Мигаш посетил бизнес-центр Ассоциации «Мегапир». В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления духовных, исторических связей, развития народной дипломатии между Россией и Словакией. 29 сентября 2010 года по инициативе газеты «The Wall Street Journal» состоялась встреча председателя Совета директоров Ассоциации «Мегапир» Александра Каньшина с корреспондентом влиятельного американского издания Ричардом Бурдо. Обсуждались проблемы реформирования российской армии и осуществления гражданского контроля над этим процессом. В октябре 2010 года состоялась 10-я отчетно-выборная конференция Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир», принявшая решение о расширении международной деятельности ассоциации. В работе конференции приняли участие представители Организации офицеров запаса ряда государств, которые образовали Организационный комитет по созданию Международного консультативного совета Организаций офицеров запаса. 15 ноября 2010 года состоялась рабочая встреча руководства Ассоциации «Мегапир» с чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации достигнута договоренность об обмене визитами делегаций ветеранов в преддверии 70-летия Сталинградской битвы. 18 ноября 2010 года по приглашению Ассоциации «Мегапир» в Москву с рабочим визитом прибыла делегация Клуба генералов Словацкой Республики. Гости из Братиславы поддержали инициативу по созданию Международного консультативного совета Организаций офицеров запаса для взаимодействия офицеров запаса разных стран и подтвердили готовность к участию в совместной работе. В декабре 2010 года делегация Ассоциации «Мегапир» совершила рабочий визит в Германию. Члены делегации почтили память погибших за освобождение Европы от фашизма, возложили цветы к монументу воина-освободителя в Берлине, встретились с представителями бизнес-структур и общественных организаций, где было заявлено о заинтересованности в более тесном сотрудничестве с организациями офицеров запаса и налаживании рабочих связей с коллегами из Германии. В январе 2011 года в Египте состоялись рабочие встречи высокопоставленных государственных деятелей страны и руководства Ассоциации «Мегапир» рассмотрены вопросы реализации долгосрочных совместных проектов. В феврале 2011 года по приглашению руководства Норвежской Ассоциации офицеров запаса делегация Ассоциации «Мегапир» совершила деловой визит в Осло. Обсуждались направления взаимодействия по созданию международного механизма «Взаимодействие Организаций офицеров запаса» Международного консультативного совета. 18 марта 2011 года в Москве в Бизнес-центре Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир» прошло заседание Организационного комитета по созданию Международного консультативного совета Организаций офицеров запаса. В нем приняли участие члены Оргкомитета. По итогам заседания подписан протокол о создании Международного консультативного совета Организаций офицеров запаса и одобрена концепция его деятельности. В ходе пребывания делегации Ассоциации «Мегапир» в Италии 30 марта 2011 года состоялась рабочая встреча с вице-президентом Ассоциации офицеров запаса военно-воздушных сил Италии итальянская сторона проявила интерес к созданию Международного консультативного совета и поддержала идею сотрудничества ветеранских организаций. 15 июня 2011 года состоялось первое заседание Международного консультативного совета Организаций офицеров запаса, в ходе которого было завершено организационное оформление совета, избраны его рабочие органы и определены совместные цели и задачи. Председателем Международного консультативного совета избран полковник запаса Канчин Александр Николаевич, председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил Мегапир, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Выбраны также три сопредседателя. Из Республики Казахстан генерал-майор Исенгулов Айткалий Гусманович, Словацкой республики генерал-франтишек Бланарик, Украины полковник Бойко Анатолий Палч и исполнительный секретарь совета Кумахов Анатолий Магометович. Я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что целью нашего совета является духовное и интеллектуальное сотрудничество организаций офицеров запаса различных стран. При этом мы договорились, что исключают любую политическую деятельность и не вмешательство в работу организаций других стран. Участники совета организационно самостоятельны и не обременны взаимными финансовыми обязательствами. Все вопросы мы будем решать консенсусом. Мнения наблюдателей будут учитываться при принятии решения на заседаниях совета. Хотел бы обратить ваше внимание, что мы определяем главными задачами совета развитие гуманитарной связи между офицерами запаса различных стран. Забота о ветеранах вооруженных сил и военной службы различных стран. Сотрудничество в области взаимообогащения военной культуры и общечеловеческих ценностей. Углубление взаимодействия молодежных организаций, с которыми сотрудничают наши ветеранские организации. Я обращаюсь прежде всего к участникам совета, ну и естественно к нашим гостям, и прошу высказать свои соображения, мнения по проектам документов, которые вам были представлены. Мы изучали очень внимательно работу уважаемой организации официального запаса Российской Федерации во главе, и даже в главе, с Александром Николаевичем, с которым мы знакомы по совместным заседаниям Комбинационного Совета Международного Союза лидеранов и пенсионеров стран и зависимых государств. И внимательно изучали и цели, и задачи. Одни и те же цели защита законных права и интересов офицеров и привлечения интеллекта, потенциала, опыта офицеров воспитания молодого поколения. Поэтому я прошу от имени президента нашей организации, от имени комитета ветеранов военно-службок и правоохранительных органов организации Республики Молдова принять нашу организацию Международной Константинской Федерации. Кто за то, чтобы принять организацию ветеранскую Республики Молдова, наш совет прошу проголосовать. Прошу опустить. Против. Воздержался и не нагласно. Поздравляем вас. Действительно особый день в истории взаимоотношений офицеров запаса. В последнее время в Украине значительно увеличилось количество организаций офицеров запаса. Думаю, что в ближайшее время консультативный совет обобщит опыт деятельности организации офицеров запаса в нашей стране готовы представить такой опыт и по Украине. В процессе возникновения и образования этой организации была одна существенная идея и почему я как пособию поддержал, почему она возникла, почему наши генералы стали активными субъектами формирования этого международного совета. Это прежде всего вопрос о исторической памяти. В этой организации нам никогда нельзя забыть про то, что надо поблагодарить, ищить памятки, которые воевали, которые завоевали мир, которые просто обеспечили наше мирное життя в современных условиях. И все-таки офицеры, и военные люди, то и сейчас, и в будущем главное, чтобы обеспечить мир на этой земле. Поэтому я рад и поддерживаю как представитель государства, что у нас генералы, главные, мальчики, и другие, являются несильными таких людей. И я им не буду пальцем и все время буду помогать. Мои впечатления после сегодняшней встречи они очень хорошие. Я думаю, что эта организация объединяет все наши проблемы, потому что и те страны на Западе, и в восточной Европе, и бывшие страны Советского Союза имеют те же самые проблемы с ветеранами, офицерами Запада, я буду предлагать председателем Совета Военно-Служской Войска Полского какие нам надо принимать решения, какие моменты принимать, так, чтобы вместе с вами реализовать очень хорошие направления, которые сегодня были представлены. принимать участие в столь авторитетном, созданном международном председатативном комитете Совете. В нашей военной прессе, в белорусской военной газете была опубликована статья о деятельности Мегапира, общественной организации. И вы знаете, после опубликования этой статьи поступило масса звонков в наши селиканские советы. Кофицерский состав очень заинтересован деятельностью, потому что эта организация Мегапир, а сейчас насосплатили Совет, несет пользу, несет добро людям. Это забота о ветеранах по производственным силам, о их семье, о поднастоящем поколении. Подобные организации, как Мегапир, так же, как и, например, Конфедерация офицеров запаса в рамках НАТО, имеют очень большое значение для увеличения уровня жизни и социального обеспечения офицеров запаса разных стран. Мы очень заинтересованы в продолжении работы и выполнении своих обязательств перед правительством и перед нашим государством в этой сфере. Ежегодно мы проводим соревнования как среди молодых участников, так и среди пожилого населения. Мегапир содействует в проведении подобного рода мероприятий. И я полагаю, что создание международной организации также будет способствовать тому, что мы сможем обмениваться опытом с представителями других государств, в которых шаолиньское движение также стремительно развивается. в России. Джейнер «Чемменты» для достижения молодых, как называется организация в России, одна из крупнейших в мире международных образовательных ассоциаций и организаций. По сути, это программа обучения реальному предпринимательскому искусству. В России находится на сегодняшний день из 106 филиалов. В России находится один из крупнейших центров данной программы. Ее сочинателем и главой является академик, всем уважаемый академик Евгений Павлович Великов. И ассоциация «Мегапир» в будущих лифов, входя в состав совета директоров, активно принимала участие в развитии этой программы. Мы открыли филиалы в Москве, много филиалов, в Калуге, в Владикавказе, в Западной Сибири. Ежегодно заканчивают выпускников мы имеем более миллиона, а за 20 лет нашей активности и деятельности свыше 9 миллионов. На наш взгляд, такая программа помогает готовить не только высокообразованных молодых людей, но и реальных предпринимателей. В целом, здоровое, надежное поколение, взаимодействие с которым международные консультативные советы, мне кажется, может только помочь, расширить не только наши международные деловые контакты, но и, возможно, даже более теплые дружбы. Организации субъектов нашего союза действуют и существуют практически во всех республиках стран СНГ, кроме Прибалтики, и мы объединяем 4,5 миллиона детей. Это историческое событие позволяет нам надеяться на то, что мы будем сотрудничать и очень плотно, потому что детям и ветеранам есть о чем всем вместе поговорить. У нас в детской организации есть один девиз, одно правило. Когда мы собираемся со своим международным сообществом, мы чаще всего живем по этому правилу. Нам нечего делить и отнимать. Нам есть что складывать и умножать. Сегодня детей словом, которое произносят на уроке или фильмом, который они смотрят в интернете или по телевидению, воспитать патриотов нельзя. Сегодня нужен живой опыт, опыт, который есть в вашей организации. Живой опыт, опыт живого человека, опыт ветерана. Все в этой организации официально написали такое письмо в Магазкир и попросили их принять в эту организацию. должен повторить эту просьбу и было бы очень хорошо, я бы очень хорошую весть принес, привез бы, если бы мы сегодня решили этот вопрос. Как не во всех республиках, бывшего Советского Союза, так называемого страна Кеценгра, ветеранские организации многочисленные, в том числе у нас в Азербайджане их очень много, а Совет Ветеранной Республики объединяет и часть этих ветеранов, а все остальные создали себе отдельные организации и можно сказать, что нигде они не числи если так разобраться. Как известно, офицеры самой организованной, самой подготовленной частью ветеранского состава и то, что мы тут создали международный консультативный совет этой организации, это очень полезное решение. Мы еще результаты этой организации увидим лет через 2-3 состав этой организации будет наверное вся остальная ветерановская организация не только СНГ и других стран. Наша организация в Армении проводит большую военно-патратическую работу и в этой работе целенаправленно используют памятники погибших в Великой и Отечественной войне, построенные на средства населения населенных пунктов и другие памятники погибших войн. Мы участвуем и помогаем в этой работе. Офицеры запаса Кыргызстана полностью поддерживают благородные идеи и задачи Международного консультативного совета объединений офицеров запаса. Мы все с вами дедушки, бабушки, папы и мамы. Только в мире мирном небе может быть счастье наших внуков и детей. Международный консультативный совет, который сегодня спормировался, как мне представляется, является организацией отдельной и похожей на многие другие и располагающей огромным мотоцелом. Поэтому я хочу выразить уверенность и пожелать консультативного консультативного совета реализовать высокие гуманистические задачи, связанные, во-первых, с тем, чтобы ваш авторитет, ваш жизненный опыт помогал сближению народов в тех государств, которые вы достойно представляете, чтобы ваше знание и ваше представление о завтрашнем дне было всегда известно молодому поколению через ваши многочисленные выступления, которые вы так регулярно и очень нужно осуществляете в различных странах. По итогам заседания были одобрены основные направления работы Международного консультативного совета на 2011-2012 годы. Принято итоговое заявление его участников и подписан соответствующий протокол. По предложению представителя Словакии очередное заседание Международного консультативного совета организаций офицеров запаса запланировано провести в Братиславе. Первое заседание Международного консультативного совета можно сказать это исторический факт. Это значительный шаг в дальнейшем объединении офицеров запаса на международном уровне. Здесь собраны все представители нашего бывшего Советского Союза. Мы будем как-то более вместе более дружно решать эти проблемы что касается ветеранов. Именно сейчас должна быть дружба народов которая будет явным предотвращением любых неприятных отношений тем более какой-то войны. Вот это сплочение офицерского коллектива Мегапир который работает будет способствовать укреплению мира между народами. Мы офицеры запаса хотим чтобы был на земле мир уже организация сейчас идет к тому чтобы объединяться и голос офицеров запаса был слышен. Я думаю и надеюсь что наша благотворная работа будет продолжаться. Мы должны бороться за мир вместе. В ходе мероприятия по инициативе ассоциации Мегапир зарубежные гости совершили речную прогулку по Москва-реке во время которой имели возможность ознакомиться с достопримечательностями столицы и пообщаться в неформальной обстановке. Объединение на международном уровне это с одной стороны обмен информацией и обмен опытом а с другой стороны мы должны лучше знать друг друга. Через несколько лет я думаю что большинство организаций офицеров запаса представляющие мировое сообщество подтянутся во всяком случае я в это верю.